Андрей Губин решил вернуться на сцену! Это Сафин, я изучаю громкие заголовки, разоблачаю фейки и снимаю интервью с интересными мне людьми. Итак, что касается звезды 90-х Андрея Губина, так вот, просочилась информация в сеть, он там дал комментарий о том, что не брочь вернуться на сцену, более того, он, оказывается, пишет песни, но у него пока что проблемы с вокалом. А последние исследования показали, что у него со здоровьем всё в порядке, даже я вот почитал, что врачи говорят, что ничего страшного. На самом деле, до этого я читал, что прогнозы были неутешительные, да и вообще диагноз, знаете, был поставлен достаточно серьёзно. У Андрея Губина были проблемы с лицом, там, в общем, жуткие боли. Но вы, наверное, об этом слышали, раз зашли в этот ролик послушать о том, что же ждёт его впереди. Но лично я с большим интересом послушал бы его новые песни. И, знаете, вот, если вы ждёте возвращения Губина, нажмите лайк и жмите дизлайк, если считаете, что, ну, как бы уже пора завязывать то, что было прекрасным, нужно оставить в прошлом и не ворошить это самое прошлое. Но я нажму лайк, потому что Андрей Губин не всегда был симпатичен, у него потрясающие песни, он парень очень талантливый, и жаль, что так всё произошло с ним, что он вот так вот ушёл со сцены. Но я надеюсь на то, что будет громкое возвращение. Вспомните Юрия Шатунова, сколько лет мы о нём не слышали на большой эстраде, вот не было его, а потом вдруг неожиданное возвращение. Ну, то есть, я думаю, что Андрей Губин в любом случае, если он вернётся, ждёт большой успех. Ну, а пока что я вот читал о том, что заказчики к нему нередко обращаются с просьбой поприсутствовать на мероприятии, ну, просто посидеть, водку с ними попить. Вот реально, в кавычках даже можно взять, попить с ними водку. Вот до чего доводит народная любовь. Но Андрей отказывается от таких заказов. Вот такие дела, комментируйте, друзья, это Сакин.